всем привет я сейчас буду звонить валентине жуковой она училась на нашем курсе и она сказала что нашла работу поэтому нужно выяснить подробности мне даже сказала что нашла работу да у тебя было собеседование у меня в понедельник было собеседование первое но оно было уже после того как я выполнила тестовое задание вот мне позвали на собеседование понедельник от собеседовала и мне сказали что они еще рассматривают кандидатов и дадут ответ на следующей неделе примерно вот спросили если у меня еще собеседование я сказала что у меня в пятницу намечено было вот и они спросили такой вопрос а если мы предложим раньше вы пойдете на следующие собеседование на что я сказала я сказала что мне сейчас нужна работа я в ней заинтересована поэтому скорее всего я выберу того кто предложит первым очень спасибо чем я сказала я выберу того кто предложит больше поменьше выбор поэтому особо выбирать не приходит да и поэтому они сказали что на следующей неделе скорее всего дадут ответ будь то положительный а когда это было сколько дней назад это я была на собеседовании в понедельник вот а вчера они звонят и говорит что мы готовы вас взять и предложить оффер то есть как вы на это смотрите вот ну я согласилась и в тот же тот же день я подъехала в офис подписала оффер ты в днепропетровске живешь да да я живу днепропетровске отлично хорошо как вообще что было что было на собеседование что спрашивали я подавалась на вакансии миду ручного тестировщика так как сейчас я хочу просто закрепить свои знания в ручном тестировании и плавно переходить уже на практике к автоматизированию вот поэтому не гналась чем-то высоким вот поэтому на тестирование мне понравилось тестовое задание которое они прислали оно было из трех этапов три задания одно было написать по требованию тест-кейсы то есть учесть все техники тест-дизайна вот второе было задание по написать запросы для базы SQL что было для меня вообще новым я не сталкивалась с базами SQL вообще никак поэтому пришлось за эти два дня на который был срок тестовом заданиями вот эти вот изучите и то есть понять ну я справилась я проверяла вот принципе как бы я их поняла чтобы объяснить задачу не поняла вот и третье задание было вот просто составить mind map или видео алгоритма задача решение проблемы вы приходите вечером домой и не горит лампочка. И нужно было схематически это как-то вот пути решения этой задачи, это описать. Ну, интересное задание, даже наручного тестировщика такие требования, да? Да, мне понравилось, вот из-за того, что вот они были разнообразные, хотя вот и базы, и SQL, и ну, было интересно выполнить домашнее задание, я отправила, думаю, ну, хотя бы просто, чтобы вот интересно, там, да или нет, ну, вот просто был результат. Ну, на следующий день они позвонили и говорят, как бы, это в пятницу, они позвонили и говорят, ну, приглашаем вас на собеседование, вы сегодня сможете приехать в пятницу? В тот же день. Ой, нет, как бы, давайте в понедельник. И тогда перенесли на понедельник. Так. Пока ждала, после собеседования этого первого, ну, то есть ответ, мне позвонили с другой компанией и сказали, тестовое задание прислали. Я говорю, да, конечно, посмотрю. И они уже прислали, ну, оно уже менее интересное, вот просто протестировать форму регистрации LinkedIn. Вот, ну, то есть и все, просто написать тест-кейс. То есть тебе из LinkedIn позвонили, да, и попросили протестировать их форму? Нет, нет, наша местная компания, да, позвонила, просто протестировать форму LinkedIn, да. Вот. Мне показалось, что задание более интересное, более вот такое, разнообразное. Именно вот на логику, и, наверное, нужен был такой человек, чтобы посмотреть, как он логически разбирается. Да, просто ты говоришь LinkedIn, а у меня через, у нас общая парковка с LinkedIn, вот как раз. Да, а скажи, да, так что у тебя видишь, как так все складывается. Скажи, вот, ну, я не буду спрашивать про конкретные цифры, мне интересует, как бы, соотношение. Вот то, что тебе предложили, это выше рынка какого-то, ну, вот, как бы, скажем, не выше рынка по QA, по тестированию, потому что, может быть, ты что-то, ну, не знаешь так, но выше рынка того, что обычно платят, что получают другие люди. Вот, допустим, на те, вот ты до курса могла претендовать на какую-то одну зарплату, да, вот, ну, вот, не знаю, любую, да, какую-то там, то, что ты знала. Кстати, кто ты по образованию, ты на кого училась? Я училась в Железнедорожной Академии на связиста. Ну, вот, хорошо, вот, 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 работая связистом, ты получала бы одну зарплату, вот, после курса ты училась, это было достаточно, сколько мы учились, 4 месяца, да? Ты 4 месяца училась? Или чуть больше? Не, не больше. Не больше, да. И, вот, выше ли это зарплата, чем зарплата связиста, или, там, во сколько раз, ну, вот так, как бы, ну, намекни, потому что люди будут смотреть, им, интересно, как бы, ну, стоит ли это, либо можно как-то обойтись? Ага. Ну, я, наверное, тяжело сравнивать с сартизистом, потому что это было столько лет назад, и у нас тогда был другой курс гривны, к доллару, совсем другой. Ну, скажи так, тебе, тебе зарплата, которую тебе предложили, тебе комфортно ее осознавать, что вот, я буду получать столько-то? Да, на данном этапе, да. То есть, тем более, я понимаю, что у них будет план по, ну, испытательный срок будет, план по обучению. То есть, они специально искали такого человека, который могут подготовить именно для компании, не сильно опытных, ему нужны вот такие, чтобы обучить под себя уже. Вот. И опять же, мне намекнули, что, что есть возможность дальше на них и развиваться и автоматизирование тестирования. Поэтому, как бы, ну, не только... С вид клином наручном не сошелся. А тебе компания понравилась? Тебе понравились люди, с которыми ты будешь работать? Как, ну, вот такое ощущение? Да, да. То есть, они были все приятные, любезные, то есть, нормально. Мне понравилось, в принципе. Я не знаю, мне ни с чем сравнивать с другими собеседованиями, потому что, как бы, мне хватило одного. Ну, это, это, это возможно, это из-за того, что ты еще в Украине живешь, и, как бы, процесс, процесс собеседования в Украине, процесс собеседования в Америке, они отличаются между собой. Ну, потому что там все, все можно быстро вот так сказать, я вам подхожу, и тебе сразу скажут, подходишь. Или скажут, там, нет, вы не подходите, тебе сразу скажут. А американские, они такие немножко обтекаемые, неконкретные. Хорошо. А скажи еще такое, как у тебя происходило обучение? Что у тебя было, какие у тебя были сложности, либо что ты можешь прокомментировать, как ты занималась? На курсах, да? Да, да, на курсах. Сложности, наверное, ну, с самого начала это было просто разница во времени. Вот, потому что разница в 10 часов, она сказывалась, приходилось, поначалу, заставлять себя вставать. Вот, и вторая сложность, то, что в моей группе мало было людей из хотя бы Европы, поближе, с кем можно было бы днем, то есть спросить что-то и получить побыстрее ответ. Вот, приходилось ждать, когда проснется Америка, вот, и получить, и услышать этот ответ. Вот, ну, и это такое все. Сложность в плане обучения может быть была туда дальше, когда началась автоматизированная публикаирование. Поэтому, вот, тут я стала немножко плавать, но, опять же, если бы нарабатывать опыт, вот, в плане написания, автотестов и разбираться, то есть это все бы пришло и наверсталось. То есть здесь нужно просто закреплять на практике больше. Теория – теория, а практика дает свою. Да, ну, вот такая обратная связь, я хотел бы узнать. Как ты считаешь, процесс, вот, который, те темы и та программа, которую мы выстраивали, она тебе показалась логичной? То есть ты видела, как бы, продолжение одной темы из другой? Либо тебе приходилось, ну, много, там, как бы, вот эти все пробелы какие-то, которые могли быть, как-то самостоятельно восполнять? Как ты оцениваешь именно, ну, вот, как бы, программу, как ты оцениваешь подачу и такие вот вещи? Я понимаю. Ну, в принципе, мне все казалось логичным и в изучении джаваскрипта, то есть мне, допустим, даже на стороне читаю, что, то есть какие-то темы менее понятны. Допустим, пересмотрю твои видео, ну, опять повторю, более доступно, может, как бы, более простым языком, больше, лучше понималось. Вот, то есть по тестированию у Артура тоже все довольно гладко шло, вот, ну, единственное, это, вот, наверное, больше я достопорилась, когда была автоматизированная, но, опять же, если бы уделить этому больше времени, у меня свои личные проблемы начались, поэтому меньше стало уделять времени, да, немного тогда стало. Вот, поэтому, как бы, все хорошо, единственное, что, вот, когда на собеседование уже шла, были такие вопросы, которых не было на курсе, допустим, спрашивали архитектуру клиент-серверных приложений, то есть, вот, HTTP-запросы, то есть, вот, такие нюансы. А ты на этих занятиях? А ты была на этих занятиях? Просто, ты была только на QA, да? Ты была только на QA? Ага. Да, на QA, да. Ага, да, да. Если это было. Ага. 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 И у нас тоже было, наверное, рассказали. Вот, поэтому именно эти вопросы приходилось, перед собеседованием, подучить, немножко почитать самостоятельно. Хорошо. Хотя, я не знаю, как у вас, у нас это, вот, почти в каждой вакансии пишет вот это, вот, понимание клиент-серверной архитектурой, это часто спрашивают. Вообще вопросов много, которые тебя будут спрашивать, потому что я думаю, ты не остановишься только на одной работе, может быть тебе предложат какие-то повышения, может быть переезд куда-нибудь, ну не знаю, где у нас сейчас IT-столица в Украине, не знаю где она расположилась, но в Одессе я знаю много активно набирают. Киев само собой, поэтому я думаю, ты будешь с каждым месяцем все опытнее и опытнее, все становится матерым разработчиком, тестировщиком и возможно ты через год отпишешься о своих уже серьезных достижениях. Серьезно? Да, конечно. Буду стараться, конечно. Хочется расти и хочется быть нужным и полезным в команде. Хочется уже в понедельник и знакомиться с ними. Да, там тебе пообещали, да, у тебя уже там показали твой стол, да, там свой? Нет, нет, еще ничего, я только вот с HR разговаривала и с QLead, который технические вопросы спрашивал, вот в понедельник уже с командой. А кто тебя из домашних поддерживал? Ну, когда ты, перед тем, как записаться, ну, были какие-то сомнения, правильно, там, вот я записываюсь на какой-то курс, к каким-то ребятам, которые будут находиться плюс-минус 10 часов и, ну, как-то вот, тебе кто-то отговаривал или поддерживал? Ну, никто не отговаривал, ну, знал в курсе только мой муж, и он меня поддерживал, и наставлял, и там спрашивал, как там дела есть, вот, и он знал, что, а, тебе ж надо рано вставать, там, и я, поэтому это он спрашивал и по, ну, и по программированию интересовался, говорит, ну, научишь меня JavaScript? Да, ну, ну, JavaScript не единственный язык, который нужно будет тебе выучить, тебе еще нужно, ну, Java, Python добавить, добавить себе в копилочку. Да, да, у нас здесь тоже часто встречается Python, и вот в этой, в этой команде тоже у них автоматизация на Python, поэтому второй язык, наверное, тоже. Ну, ты можешь, ты можешь его взять, у нас же есть наш аккаунт, ты можешь там досмотреть, там есть куча дополнительных курсов. Да, да, теперь надо это просто успокоиться и наладить систему. Да, да. Удачи тебе на новой работе, и держи в курсе, держи в курсе своих достижений, и если у тебя будут вопросы, ты можешь писать в общий чат, потому что наверняка у тебя будут какие-то возникают задания интересные, ты можешь писать, чтобы тебе, ну, как бы советом помогли, может быть, какую-то тему, поэтому будем, будем рады с тобой держать связь. Да, да, спасибо большое, и вам развитие, я вот уверена, я общалась с девочкой с новых курсов, я вижу, ты вводишь новые фишки разные там интересные, поэтому учиться становится все интереснее и интереснее. Да, я хочу, чтобы все студенты были загружены пять дней в неделю, пока что только четыре дня в неделю, но вот еще остался один день в неделю, но у меня есть на него план. Да, потому что расслабляться, и это я знаю. Будем держать всех в тонусе. Спасибо тебе, и до связи. Да, спасибо, пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем спасибо, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok